Всем привет! Это небольшой обзор на рейсмусовый станок JWP12L от компании Jet. Модель вышла совсем недавно и по сравнению со своим старшим братом JWP12 получила ряд обновлений. Что сразу бросается в глаза, так это то, что он стал очень даже стильным. Возможно, данный пунктик важен только для меня. В общем, что там у нас по комплектации. Сзади рейсмуса можно найти крепления, на которых установлены два ключа для регулировки станка. Один шестигранный, второй торекс. Далее идет адаптер для стружкоотсоса, который позволяет установить шланг как на 64, так и на 100 мм. Комплект из двух двусторонних ножей уже установлен на валу. Кстати, при замене ножей не требуется регулировка выступа лезвия специальным калибром, что существенно упрощает эту процедуру. Ну а чтобы вы еще и не поранились в процессе извлечения ножей, в комплекте есть вот такой магнитный держатель. Также изменилась ручка для регулировки высоты. Теперь она стальная и может откидываться на 180 градусов. И последнее это два винта, которыми прикручивается пластиковый кожух стружкоотвода, который в свою очередь может быть установлен как в левую, так и в правую сторону. Как видите, сверху станка исчезли два ролика, по которым обычно перекатывали заготовки при работе с напарником. А также ручки для переноски перекочевали с боковых стенок на верхнюю крышку. Для того, чтобы осуществить замену или профилактику ножей, достаточно открутить два винта руками, ключ не требуется, и снять защитную крышку, которая в свою очередь является частью улучшенной системы аспирации. Стружка вылетает даже без пылесоса. Я подумал, что пока сошью тряпичный мешок и установлю его на кожух для сбора стружки. И продолжу копить деньги на систему аспирации для мастерской. Изменились также некоторые характеристики станка. Например, увеличилась скорость подачи заготовки до 7,9 метров в минуту. Вы, наверное, скажете, что ведь это напрямую влияет на качество обработки. Я скажу, да, совершенно верно, но... Помимо скорости подачи, увеличилась и частота вращения строгального вала. Теперь она составляет 10 тысяч оборотов в минуту. Получается, что улучшилась как качество, так и скорость работы. Чтобы ознакомиться со всеми характеристиками станка, можно перейти по ссылке в описании ролика. Я почему-то сразу не заметил, но в станке изменился механизм регулировки высоты строгального узла. Теперь в нём используется цепь, которая вращает сразу 4 шпильки. Кстати сказать, люфта при вращении замечено не было. Всё работает плавно и без рывков. Ну и последний, но немаловажный фишкой данной модели станка, это измеритель глубины строгания со стрелочным индикатором. Но тут, я думаю, без вопросов, функция определённо полезная. Но перед тем, как сделать первый прогон, отмечу, что у станка убрали функцию защиты от обратного удара. Так по мне она и не нужна. В комментариях напишите, эта защита вам хоть раз помогала? Ну а теперь самое волнующее. Остаётся ли на заготовке в начале, в конце характерная ступенька? Ну, конечно, остаётся. Такая ступенька есть в любом рейсмусе. Ну, давайте немного теории. Дело в том, что когда заготовка попадает под первый подающий ролик, строгальный узел перекашивается и выравнивается только тогда, когда заготовка доходит до принимающего ролика. То же самое происходит и на выходе заготовки. В общем, если схема не ясна, то просто поверьте на слово, ступенька есть практически на всех рейсмусах. Единственный способ от неё избавиться, это пользоваться парочкой хитростей. И первое, это самое очевидное, используйте заготовку с запасом по длине, а после отрезайте лишнее. Вторая же хитрость, это использование при строгании ещё одного жертвенного бруска, который и примет на себя ступеньки. Конечно, эти способы не сильно экономят древесину, но деваться особо некуда. Ну, в общем, мой вердикт, от рейсмуса я в восторге. Ну, а если видео было для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!